Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей на репортере. Меня зовут Наталья Апара. Ровно 10 дней прошло с момента страшной трагедии на Троицкой. За это время под завалами дома спасатели нашли все 14 тел пропавших без вести. Таким образом, жертвами масштабного пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице. Также уже снесли аварийный флигель здания. Были определены суммы компенсации семьям погибших и пострадавших и открыты два уголовных производства. Все подробности за неделю в один сюжет собрал Дмитрий Богомолов. Каждый шаг спасателей в доме Освадурова сопровождался угрозой обрушения. Чтобы ускорить поисковую операцию, 11 декабря во внутреннем дворе сгоревшего здания на Троицкой демонтировали аварийный флигель путем контролируемого обрушения. Остальная часть здания, по мнению специалистов, сохраняет относительную устойчивость. После разработки проекта было подтверждено и обл. администрацию, так как они хозяева всей строительства, специалисты МЧС и так далее. И на основе этого было принято решение по демонтажу сгодом проекта. Сейчас, на этот час, эта стена уже демонтирована. Последних трех пропавших без вести спасателям удалось найти на месте пожара в ночь со среды на четверг. Однако опознать все 14 жертв, которых достали из завалов, пока не удалось. По 11 погибшим назначены экспертизы ДНК. Вночі виявлено ще тіла трех осіб, которых сейчас установят. За данными национальной полиции, информации о постраждалих и заболеваниях без вести не было. Остальные тела были найдены приблизительно в районе, где находилось, потому что там сейчас никакого поверха нет, в районе, где находилась бухгалтерия. Следователи уже завершили осмотр места трагедии. На экспертизу отправили остатки проводки, которая могла стать причиной пожара. Станом на 12 грудня слідчими слідчого управления завершено проведення огляду місця трагедії, який ними ще було розпочато 5 грудня. В ході проведення огляду місця події було знайдено та вилучено залишки електропроводки, які вже скеровані для проведення експертного дослідження. Також в ході проведення огляду було знайдено та вилучено залишки 14 тіл загиблих, які були також скеровані до судового медичного закладу для проведення експертизи. На данний час родичами офіційно опізнано тіла лише 4 загиблих. За попередніми даними проведення генетичного дослідження буде тривати до 14 робочих дів. По результатам трагедії уже открыто два уголовних производства. Директора коледжа Любовь Кочергу отправили под круглосуточный домашний арест и отстранили от должности на два місяца. Женщина рассказала, що деньги контрактників не воровали, а два года назад она хотела установити сигнализацию, на це нужно було більше 200 тисяч гривень. За ними директор обратилась в Минобразовання. Якщо б було хоча б якось мене рекомендують письмо, щоб я пригласила, хоча б я сама, якщо б було б у мене такий відповідь, я б сразу би, естественно, сумму. Мене треба було знати, какую точно просити, але не було мене положительних відповідь. Але деньги на сигнализацию, по її словам, так і не дали. Директор утверджує, що все расходи в коледжі офіційно оформлені, отчеты і тендери можна увидеть в открытом доступі. Несмотря на це, в прокуратурі считають, що жінка обосновано подозревається в службій халатності. Відповідно до правила, які регулюють додержання пожежної безпеки в учбових закладах, встановлено, що саме директор цих закладів, керівник, повинен забезпечити їх дотримання у учбових закладах. Тому ми вважаємо, що саме кончерка вона належним чином виконувала службові обов'язки через неслаблені ставлення до них. І таким чином наразі є всі підстави для того, щоб їй була і повідомлена урунтована підозрева. Ще одне уголовне производство відкріли з-за халатності, проявленої сотрудниками ГСЧС. Гозбюро розслідування вже проводить обуски в областному управліні на Прохоровській. Следователі зымали матеріали проверок, касаюся соблюдування протипожарної безпеки в коледжі. В прокуратурі заявляють, що розслідування тільки набирає обороти, тому не исключають переквалифікації статті і увеличення количества подозреваємих. А вот семьям пострадавших і погибших вже виделили матеріальну допомогу з облбюджету. Таке решення приняли депутати на неочереднуй сесію облсовета. В общей сложності людям заплатят 2 мільйона 860 тисяч гривень. Семьям погибших решили предоставити наибольшую матеріальну допомогу. На сьогоднішній сесію ми виделили 2 мільйона 860 тисяч гривень на ці ціли. 80 тисяч людей, які находяться в тяжелому ситуації. 40 тисяч людей, які пострадали, але знаходяться в нерві реанимации. Люди, які не госпиталізували, але пострадали, получат по 20 тисяч. Семьям погибшим – 120 тисяч. Також матеріальну допомогу в размері 2 мільйона 224 тисяч гривень Кабмин выделил губернатор Одесской області Максим Куцый. Семьи погибших получат по 100 тисяч гривень. Пострадавшие в средній степени тяжести – вдвое менше. Те, хто пострадал менее всего – по 10 тисяч гривень. Також на ликвидацію последствий трагедії направили 685 тисяч из резервного фонда. Кабмин тоже выделил семьям погибших по 200 тисяч. Пострадавшие получат по 50 тисяч. Судьба самого здания на Троицкой 25 пока неизвестна. Вывоз завалів с места трагедії продолжается. Но официально спасательная операция считается завершенной. Дмитрий Богомолов, Юлиан Аксенов, Лилия Гарапашная, телеканал «Репортер». Тем временем споры и пересуды о действиях пожарных на Троицкой продолжаются. Учитывая количество жертв, люди скептически относятся к официальной информации и возмущаются отсутствием у спасателей специальных средств. Общественность убеждена, что если бы на месте были так называемые «кубы жизни» или «батуты», жертв могло бы быть меньше. Спасатели же утверждают, что «кубы» малоэффективны. Репортер решил выяснить, кто в этом заочном споре прав и почему «кубов жизни» у пожарных нет. Юлиан Аксенов продолжит. На улице Троицкой на месте трагического пожара поисково-спасательная операция завершена. Тела всех 14 людей, числившихся пропавшими без вести после пожара, найдены. Сейчас здесь заняты ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия. Все это время, пока шли поиски с первого дня трагедии 4 декабря, люди в соцсетях и частных беседах возмущались, почему у одесских пожарных не было так называемых «кубов жизни» или «батутов», которые, по их мнению, должны были спасти жизни всех тех, кто остался внутри, отрезанные от путей эвакуации. Вот только профильные специалисты подобного мнения не разделяют. Поэтому мы и решили выяснить, почему у одесских спасателей нет на вооружении таких средств и насколько они могут быть эффективны в подобных чрезвычайных ситуациях. В первые дни после пожара в толпе зева, которые следили за работой спасателей, то и дело слышалось раздражительное обсуждение действий и уровня технического оснащения спасателей. Соцсети, разумеется, также изобилуют примерно такими комментариями. У МЧС техника прям европейская. Вопрос. Где спецсредства для приземления выпрыгающих из окон? В больницах в тяжелом состоянии те, кто прыгал из окон. Почему не были натянуты тенты? Есть спиральные надувные матрасы на такие ситуации. Почему не применили? Конечно, негодование людей понять можно. Картина ужасная. В центре города горит учебное заведение. Дети стоят в оконных проемах и готовятся прыгать вниз с верхних этажей. И один из таких прыжков стоил жизни спасателю Сергею Шатохину, на которого упала студентка. Одним из главных вопросов прибывшему в Одессу руководству ГСЧС во главе с премьером был вопрос об отсутствии так называемых кубов жизни для спасения людей с высоты. Главный спасатель считает, что такие средства малоэффективны. После наших ретельных анализов, после общения и изучения опыта наших партнеров из Европы, можно говорить о том, что эффективность таких способов по рятунку не достаточно высокая. Но, конечно, на сегодняшний день мы говорим о том, что подраздели службы с независимой ситуацией самыми такими способами по рятунку практически не забезопасены. У нас на сегодняшний день есть пять кубов жизни. Тогда главный спасатель попал под град критики общественности. Но специалисты и пожарные с большим стажем работы говорят, что такие кубы, безусловно, имеют право существовать как спасательное средство. Вот только их применение в реальной жизни весьма проблематично. Это и высота прыжка, и правильное приземление, и достаточная площадь для его развертывания и перевозки. Есть у кубов и свои недостатки. Во-первых, они занимают большое место в машине. Во-вторых, они не соответствуют заявленным ТТХ, которые представляют производители. Далее, не каждый из людей может сделать шаг с высоты для того, чтобы попасть на этот куб жизни. Наш собеседник, пожарный с 28-летним стажем, шесть лет назад был направлен на изучение особенностей применения кубов. Он говорит, что они эффективны на максимальной высоте в три этажа. Но на эту же высоту рассчитана носимая выдвижная лестница, и она входит в стандартный комплект пожарной машины. Для этажности выше применяют автолестницы. Еще одна проблема – отсутствие сертификации кубов. Они не прошли необходимые процедуры. В Одессе есть одна 50-метровая автолестница. При тушении ее не использовали, что также возмутило людей. Но и ее применение, как оказалось, дело не одной минуты. Для того, чтобы разложить 50-метровую лестницу, должны быть соответствующие площадки. Это достаточно такая громоздкая машина. Потом она уже впоследствии работала на ликвидацию последствий пожара. Мы все ее видели, но для того, чтобы ее было использовать на улице Троицкой, было спилено несколько деревьев, были убраны кабеля, провода и так далее. 30-метровые лестницы были направлены в количестве двух единиц, направлены были сразу. Главная проблема пожара на Троицкой – быстрое распространение огня. И не факт, что прибывшие спецмашины в сложных условиях центра города сумели бы вовремя начать работать, убежден наш собеседник. Уровень оснащенности нельзя назвать катастрофическим, но нехватка современных средств – это факт. Говорит он и добавляет, что лучшая борьба с пожаром – профилактика исследования всем правилам. Замечу, что правильность действий пожарных сможет оценить только следствие. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». 16 декабря ученики четырех школ Авидеопольского района идут на бессрочные каникулы. Их ждет дистанционное обучение на дому. Из-за нарушения норм противопожарной безопасности учебные заведения закроют на неопределенный срок. По двум объектам – в Большой долине, а также по образовательным учреждениям – в Калаглии и Марьяновке – есть решение суда о закрытии из-за нарушения норм. Районная власть подготовила проектную документацию и провела все экспертизы. По предварительным расчетам решить все проблемы помогут 2-3 миллиона гривен. А это лишь для одной из четырех школ. Таких денег в бюджете Авидеопольского района нет. Виталий Хемий продолжит тему. За пять минут до окончания урока в Великодолинской гимназии номер один раздаются затяжные звонки. Через несколько секунд первый этаж заполняется школьниками разных возрастов. Ученики, захватив лишь верхнюю одежду, в срочном порядке эвакуируются. За три минуты в здании не остается никого. Все 900 учащихся на стадионе. Такие учения по всей области после трагического пожара на Троицкой, 25, стали обычным явлением. Специфика этой школы в том, что для детей это предпоследний учебный день в году. Суд предписал закрыть гимназию, пока не будут устранены все нарушения противопожарной безопасности. Чтобы решить все проблемы, связанные с противопожарной безопасностью в Великодолинской школе, необходимо 2 миллиона гривен. В частности, эти средства пойдут на установку оборудования оповещения и защиты от молний, проверку проводки. Таких денег нет, а значит совсем скоро школьники отправятся на преждевременные, незапланированные каникулы. В районном бюджеті цих денег нет. Неодноразово мы обратились к Кабинету министров Украины, и областной администрации. И я снова написал листи с проханием допомогти нам у финансирования, оскільки мы объективно не можем самостоятельно выполнять эти работы. Поэтому, конечно, надея только на бюджетах вищестоящих уровней. Я не хочу рисковать ни жизнью этих маленьких детей, ни рисковать работниками закладов и обучения, которые несут ответственность персонально за тот стан вещей, который происходит у них в школе. Обучаться школьники будут временно на дому. Программа дистанционного обучения разработана. Как долго она будет заменять стандартный образовательный процесс, пока не ясно. Все запасные выходы открыты. В каждом классе есть вогнегасник. В каждом кабинете есть. И в лабораториях каждый есть. И есть средства пожарного гасения. Так что мы готовы. Если мы поднимем с вами на другой поверхности, вы увидите, что там установлена пожарная безопасность. Установлена и... Установлена, но за браком денег не доведена до конца. Как должна работать система оповещения о пожаре, мы увидели в Видеопольском инклюзивно-ресурсном центре. На ее установку ушло около полумиллиона гривен. Осталось подключить к пульту пожарной части, и процесс защиты можно считать завершенным. А пока моделируем опасность с помощью подручных средств. Главары администрации лично активируют сигнализацию. На трех языках предупреждение можно услышать и за пределами образовательного центра. Главария администрация сообщает, что в помещении возникла пожарная. Просим у вас, сохраняющий спокий, спуститься по сходовых клетках на перший поверх и выйти на двоцю. Но такие современные системы сигнализации – исключение в общенациональной проблеме. В том же Видеопольском районе школ, не имеющих нужного оборудования, гораздо больше четырех. Просто их судьбу предопределила выборочная проверка. Можете кинути каміння в мене, але треба закривати всю Україну, тому що відсотків 90 шкіл в нашій країні не мають сигналізації пожежної та системи повіщення. А це одна із норм, які мають бути встановлені в закладі. Ми зараз живемо в школі, завтра поїдемо в дитячі садочки, які є комунальною власністю, за які відповідають міста і села. Ви думаєте, там краще ситуація? 100% в ній? Виталий Хемий, Константин Нищерет, телеканал Репортер. Украинская морская партия Сергея Кивалова требует проверить соблюдение норм пожарной безопасности в другом корпусе экономического колледжа. Депутаты фракции Украинской морской партии в Горсовете в среду инициировали обращение к правоохранителям. Именно во второй корпус перевели большую часть студентов и сотрудников после пожара на Троицкой. При этом, по словам учащихся, условия там не лучше, чем были в злополучном здании. Лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов предлагал и предлагает студентам и преподавателям продолжить обучение и работу в стенах Международного гуманитарного университета и Одесской юрокадемии. Сегодня в СМИ появилась информация, что руководством области принято решение о переводе студентов колледжа экономики, право и гостинично-ресторанного бизнеса в Одесский национальный экономический университет. Однако данная информация не соответствует действительности, так как решение о переводе студентов принималось не областной властью, а Министерством образования и науки Украины. Студенты этого колледжа будут обучаться в Одесском финансово-экономическом колледже Киевского национального торгово-экономического университета. Мы же, в свою очередь, с первых минут трагедии постарались протянуть руку помощи и максимально поддержать всех пострадавших вследствие пожара на Троицкой. Сделать все, что в наших силах, чтобы учебный процесс не был нарушен, а студенты продолжили учебу в нормальных условиях. Международный гуманитарный университет и Национальный университет Одесской юридической академии по-прежнему открыты для всех, кто изъявит желание здесь учиться и работать. При этом условия обучения и работы будут сохранены. Сергей Кивалов готов предоставить абсолютно бесплатно, абсолютно просто забрать, подставить плечо помощи в этой ситуации. Поэтому, если кто-то из студентов, из абитуриентов хочет продолжить обучение на той же специальности, по той же форме обучения, но уже заниматься в комфортных и безопасных условиях. Напомню ранее, на экстренном совещании с мэром города Сергей Кивалов предложил свою помощь. Вузы, президентом которых он является, готовы принять всех студентов и преподавателей. Одесситы будут платить за тепло круглый год. Коммунальное предприятие теплоснабжения получило добро от депутатов горсовета на формирование двухставочных тарифов. Прибегнуть к этому варианту якобы рекомендовала компания, которая занималась аудитом предприятия. Сегодня отменен популистский, в свое время принятый постановление Кабинета министров, которое ограничивало местные органы власти и генерирующие компании в установке экономически обоснованного тарифа. То есть, сегодня мы можем провести расчет, согласовав его с НКР и ЭКП. Наш вопрос будет рассматриваться 13 декабря на рассмотрении. Готовятся к этому моменту. Мы сегодня провели заседание Одесского городского совета и дали разрешение нашему коммунальному предприятию на разработку двуставочного тарифа. Это то, к чему мы шли долгие пять лет. Тариф разобьют на две составляющие – постоянный и переменный. Постоянный – это тот, по которому придется платить ежемесячно – и зимой, и летом. Эти деньги пустят на зарплаты тепловикам, ремонт сетей и другого оборудования, а также на закупку электроэнергии. В отопительный сезон к постоянному тарифу будет добавляться переменная составляющая. Тратить ее обещают только на закупку газа и воды. Любопытно, что двухставочный тариф на тепло в Одессе уже действовал пять лет подряд, но в 2014 году его отменили. Тем временем, новые тарифы на отопление для одесситов будут ниже, чем ожидалось. Отопление одного квадратного метра площади ежемесячно будет обходиться примерно в 51 гривну. Согласно проекту решения Нацкомиссии по коммунальным услугам, тарифы для населения в следующем году вырастут на 32%. С 1229 гривен за гигакалорию до 1628. Суммы по увеличенному тарифу ориентировочно начнут начислять с нового года. Неожиданный поворот в деле о жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Обвиняемый Николай Тарасов свою вину теперь не признает и утверждает, что его заставили оговорить себя во время следствия. Ранее, еще будучи подозреваемым, он признавал, что убил девочку. Теперь же в суде он наотрез отказывается от своих слов. Я его узнавал, потому что мне сказали, что если я не буду признавать это, когда меня били в участке у нас. Люди из полиции проверяли, и просто проверяли, и ничего не находили. Смотрели, все, тонарика, каждый раз заходили, и выстрелили. Мне сказали, что я ее перепрятывал, потому что родители перепрятывали и так далее. Каждый раз так угодно. Вас заставили, получается, по вашему мнению? Во вторник из райцентра Ивановка на заседании в Раздельную приехали несколько десятков земляков убитой. Опасаясь волнений, в здании выстроились наряды полиции, а в зал пускали только после прохождения металлодетектора. Местные жители, которые прибыли в суд, чтобы поддержать семью убитой девочки, прямо заявляют, они не верят, что родители Тарасова не знали о преступлении сына. Я не верю в то, что они не знали. Вы про семью кажете? Да, мы про семью, они знали, они знали, мать особенно знала, и отец знал, все они доброе знали. В отношении к них изменилось? Ну, у некоторых людей изменилось, у меня не изменилось, я как и мама, я говорю, и мы не верим, что они не знали, что случилось у них в дворе. И, ну, как и у меня, мое желание, чтобы они там, не хочется, чтобы они там сжили, залишались. Первое заседание по делу Николая Тарасова оказалось безрезультатным. Прокуратура так и не смогла зачитать обвинительный акт. Адвокат подсудимого не приехал, сославшись на участие в другом процессе. Напомню, 11-летняя Дарья Лукьяненко 19 июня была найдена мертвой в выгребной яме дома семьи Тарасовых. Учреждения высшего образования Одессы стали еще ближе к Китайской народной республике. Десятки университетов китайской провинции Цензи подписали договоры о сотрудничестве с одесскими вузами во время образовательной выставки. Среди заведений, с которыми заинтересованы взаимодействовать в Китае, Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет. Подробнее о визите китайской делегации в наш город в материале корреспондентов репортера. Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет укрепили сотрудничество с Китайской народной республикой. Подписаны новые соглашения, на этот раз в провинции Цензи. В этих вузах сложились давние культурные образовательные связи с Китаем. В мае этого года был подписан договор о сотрудничестве между Юрокадемией и издательским альянсом Народного университета Китая. Наши студенты будут выезжать в Китай и изучать некоторые предметы на китайском языке. А студенты из Китая приедут в наше высшее учебное заведение здесь, в Одессе. Я думаю, что не случайно, что китайская сторона выбрала город Одессу. Город Одесса межнациональный такой город. Тут очень сильная китайская диаспора. И многие высшие учебные заведения уже имеют контакты с китайскими вузами. Десятки вузов сегодня подписали прямые договора между высшими учебными заведениями. Это хорошо. И я думаю, что это направление позволит нам укрепить отношения между Китаем и Украиной. Сегодня в МГУ около 150 студентов изучают китайский язык. На первом курсе факультета лингвистики и перевода есть три китайские группы. Преподают язык Поднебесный и его носители. Ежегодно студенты университета участвуют в соревнованиях МОСТ китайского языка, который проводит Институт Конфуция. Студентка Елизавета Рубан заняла первое место в этом конкурсе и представляла Украину в Китае. Сейчас она учится в Университете Шанхая. Президент МГУ еще 8 лет назад установил дружеские отношения с китайскими университетами. И уже порядка 8 лет у нас работает китайское отделение, где наши студенты изучают китайский и английский языки. Они не просто их изучают, а с перспективой трудоустройства и прохождения практики в Китайской Народной Республике. Мне бы хотелось бы отметить, что в 2016 году студентка МГУ выиграла конкурс на знание китайского языка. Это говорит о том, что преподаватели и студенты очень серьезно к этому относятся. Наш университет, я считаю, что он дает очень большую и хорошую возможность учить китайский язык, развиваться в этом, как бы всесторонне видеть культуру Китая, знакомиться с людьми. Это дает возможность понимать других людей и другой мир. Поэтому я выбрала китайский язык и решила туда пойти. Китайская сторона высоко оценивает потенциал сотрудничества между одесскими вузами и университетами провинции Цзяньси. Более эффективное взаимодействие задача на ближайшее будущее. После образовательной выставки китайская делегация побывала в Одесской юридической академии Международном гуманитарном университете. Сотрудники сферы образования Китая ознакомились с материально-технической базой вузов, которые занимают ведущие позиции по многим показателям в Украине. Президент университета вручил китайским коллегам памятные медали Одесской юрокадемии МГУ, а также англоязычные книги об истории создания и развития университетов. Также гостям продемонстрировали фильм о достижениях юридической академии, провели экскурсию, чтобы ученые из провинции Цзяньси воочию видели возможности студентов и условия труда преподавательского состава. Эта сегодняшняя экскурсия по юридической академии нам очень понравилась. Это показывает, что, как же наш уважаемый президент господин Куваров сказал, истинные господин приемности, таким образом приветствовать китайских партнеров. И я уверена, что нынешняя экскурсия и нынешняя сегодняшняя выставка дают новый импульс для дальнейшего укрепления, расширения сотрудничества в образе образования. Делегация из провинции Цзяньси, в частности, посетила крупнейшую в Украине научную библиотеку, которая насчитывает более миллиона изданий. Здесь создан электронный каталог на автоматизированной систему Анлиб и получен доступ к авторитетной наукометрической базе данных в App of Science. Китайские коллеги ознакомились с работой приемной комиссии, увидели уникальный музей редкой книги, где хранится более 15 тысяч исторических изданий, документов системы юридического образования, библиотеки коллекции выдающихся ученых-правоведов, начиная с 17 века и по сей день. В центре специальной боевой подготовки будущие работники правоохранительных органов оттачивают свое мастерство владения оружием, регулярно проводят занятия в стрелковом тире. Уникальный музей огнестрельного и холодного оружия – еще одно достояние университета. Гостям увиденное понравилось. Мы неоднократно встречали делегацию на самом высоком уровне здесь, и у нас были и генеральный прокурор Китайской Народной Республики, и заместители генерального прокурора, и представители. Для сегодня, что нам еще ближе, это все-таки делегация из высших учебных заведений, передовых высших учебных заведений Китая. Делегация из провинции Дзяньси побывала в стоматологической клинике МГУ. Представители вузов, которые подписали соглашение с Юракадемией и Международным гуманитарным университетом, выразили уверенность в успешном сотрудничестве. Дзяньси побывала в стоматологическом сотрудничестве. Мы желаем, что через сегодняшний день, я бы рад, что мы можем купить в следующий раз, чтобы мы были в следующий раз. Мы с вами будем активно, чтобы мы были в следующий раз. Для этого сентября, мы будем активно, что мы будем активно. Технологический финансовый рост Китая хорошо известен далеко за его пределами. Это вторая экономика мира после США и первая по соотношению ВВП к покупательной способности населения. В Китае уже обучаются более 300 тысяч студентов из 175 стран мира и количество желающих ежегодно растет. Подписанные договоры о сотрудничестве откроют новый этап взаимоотношений между Украиной и Китаем в сфере образования. Более 2000 населенных пунктов в 28 странах мира. Сеть автобусного лоукостера «Фликсбас» на этой неделе зашла в наш город. Одессу соединили с известными европейскими городами прямым сообщением. В среду комфортабельный автобус осуществил первый рейс в Чешский Пльзень с заездом в Краков и Прагу. Желала экипажу не гвоздя, не жезла. Нарина Щеглова. На протяжении года одесситы могли наблюдать, сколько предложений о бюджетных путешествиях появлялось у различных авиаперевозчиков. Известные лоукост-компании открыли десятки направлений из нашего города. Ездить по странам Европы становится все доступнее. Сегодня из Одессы осуществил свой первый рейс и бюджетный «Фликсбас». Отправляться он будет пять раз в неделю в Чешский город Пльзень и столицу страны Прагу с заходом в польский Краков. Это первый автобус из Украины, первая линия, которая работает по всем стандартам компании. И она была отправлена именно из Одессы. Маршрут, по которому едет автобус, он проходит дальше потом по еще пяти областям Украины. То есть это не только соединяет Одессу и Чехию, это по сути соединит он половину Украины. Для Украины компания разработала уникальный брендинг автобусов. Передняя половина в традиционном, классическом, скажем так, дизайне компании. А задняя часть, да, желто-голубая в цветах украинского флага. И на ней нанесены изображения разных мест Украины, достопримечательностей из разных городов. Автобус вмещает более полусотни пассажиров. Путешествие до Пльзенья займет 26 часов. Сидения, говорят эксперты, соответствуют европейским нормам и рассчитаны на дальние поездки. Помимо этого, есть и другие плюшки. В лоукостере есть все необходимое для комфортной поездки. Вот такие подстаканники, телевизор, розетки, вай-фай, ремни безопасности. Кстати, в салоне машины есть даже туалет. Четыре клика и билет у вас. Его можно приобрести с помощью любого гаджета. Распечатывать талон не нужно, нужен лишь QR-код. Стоимость путешествия зависит от того, когда пассажир приобретет билет. То есть, чем раньше, тем лучше. Перевозчик ежедневно осуществляет рейсы по тысячам направлений. Поэтому пассажир без каких-либо проблем может выбирать поездки с пересадками и одновременно видеть несколько городов. Если мы предложим пересадку, а наш автобус запизняется на кордоне, а такие с нами, на жаль, на счастье, тропляются, да? То есть, мы берем на себя обязанность перебронировать автоматичный квиток, и пассажир не несет никаких критковых затрат. Автобусы не останавливаются где-то здесь или на заправках. Сделать перерыв можно исключительно на специально обозначенных локациях. Оборудованный автовокзал, есть по ходу движения написан маршрут, и там я останавливаюсь. О безопасности тоже позаботились. Во время поездки все машины отслеживают в режиме реального времени по GPS. А водители с многолетним опытом проходили специальное обучение перед тем, как приступить к работе на этих автобусах. Менеджеры фирмы занимались с нами, рассказывали, как, что, ознакомились с программным обеспечением. Всю поездку вдвоем не получается, потому что очень много времени, не хватает рабочего времени, поэтому едут 4 человека. Не всегда легко высидеть более суток в автобусе, при том, что есть альтернатива в виде авиаллокостеров. Самолеты за те же деньги, иногда и дешевле, доставят вас почти в любую точку Европы за 1-2 часа. Преимущество автобуса в том, что с собой можно взять до 30 килограммов багажа. Бонусом являются и приятные виды за окном. Да и цена привлекательная. Билет на рейс «Флексбас» от 800 гривен. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Это был итоговый выпуск новостей. Меня зовут Наталья Апара. Оставайтесь с репортером и до встречи через неделю. Продолжение следует...